Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня мы будем тестировать вот эти новинки от Фаберлик, вот эту серию. Итак, давайте приступим. Мне как раз выскочил прыщ, вчера прям знает, когда выскакивать, у меня крайне редко выскакивает, ну вот прям для этой линейки. Так, с чего мы с вами будем начинать наш уход? С гель пенки очищающий. Так, это самая большая туба, она у нас тоже 4 в 1 и она у нас тоже, девчонки, с частичками. Давайте слегка помочим наше лицо, помочим ручки, да? В ручках будем спенивать, нанести легкими массирующими движениями небольшое количество на влажную кожу лица, смойте теплой водой. То есть кожа лица все-таки у нас должна быть влажная, да? Помочили речиком. Вот он гель. Артикул 0466. И погнали. Запах у этой линейки, я вам уже говорила в обзоре заказа, мне очень нравится. Наносим на лицо, гель очень приятный. Классно пахнет. И он начинает пениться, видите? Здорово, если это серия, вся будет сужать поры, это вообще класс. Девчонки написали вчера в комментариях, почему не взяла консилер. Консилер, девчонки, я ими не пользуюсь. Крайне редко. Так же, как и тональными кремами. Крем... Кремами, да. Вот. Поэтому брать не стала, чтобы он у меня просто валялся. У меня уже есть один консилер, мне его хватит, да? Даже два. Нескончание времен. Смотрите, как пенится. Здорово, хорошо. Можно, кстати, было бы этот гель проработать вот этой вот щеточкой из фикса. Мне кажется, так будет еще эффективнее, вспенится он так еще больше. И очистим кожу, мы так еще лучше. Вот так везде, везде. По массажным движениям сейчас прыщ мой видно. Пенится хорошо, можно было и в руках вспенить. Особенно Т-зону пройдем. Ну все, буду смывать. Смыла. Девчонки, что хочу сказать. Поры вычищены и эффект похож... Так, где моя любимая масочка для черных точек? Вернее, от них. Вот на эту умывашку. Слегка похож эффект. Потому что в этой серии у нас тоже есть цинк. Так же, как и в этой маске 2 в 1, да? И поры идеально вычищены. Они светлые. Они светлые-светлые. Понравилось, здорово. Лицо мотированное. Чистенькое до скрипа. Но у меня не пересушено. У меня нет такого желания, что мне прямо сейчас хочется нанести крем. Все нормально. Так, дальше у нас с вами масочка. Вот она тоже 4 в 1. Так. 0,467 ее артикул у нас. Нанести на сухое лицо, оставить на 5-10 минут. Вот. Затем слегка помассировать, потому что у нас здесь есть частички, да, в составе. Слегка помассировать круговыми движениями и тщательно смыть водой. Хорошо. Так и сделаем. Давайте наносить. У меня же есть кисточка. Что ж я так руками-то поднашла. Это, знаете, что-то типа как вот гарниер, да, 5 в одном от черных точек тоже. Которую можно и как маску, и как скраб, и как умывашку использовать как душе угодно. Девчонки, что хотела сказать еще по поводу лака. Я вам в сюжетах уже снимала, но мало ли, может, кто-то не видел. Вот сейчас он у меня на ногтях. Я немножко не подружилась с базой. Результат обалденный. Мне нравится. Смотрится как гель-лак. Это супер. Если он проносится неделю, то вообще будет круто. Но почему-то база топ-топ-топ. Этот от Фаберлик, он стирает лак. Хотя я даже дала лаку час сохнуть. Ну как не сохнуть, а спустя час только нанесла топ. И он стирает лак местами. Вот на этой руке у меня видно, на двух ноготочках. Поняла по вашим советам, что возить его не надо по одному. Месту я это сразу поняла. Но все равно это делает крайне неудобного нанесения. Посмотрю. Если, конечно, сейчас у меня лак будет долго носиться. Даже хотя бы пять дней. Вообще без малейших там сколов и по кончикам, если ничего не облизнет, то я даю этому топу второй шанс. Если нет, то, конечно, мне такое счастье совсем не нужно. Слушайте, маска пощипывает. Вот тут в т-зоне прям пощипывает мне хорошо прям. Очень даже. Так. Этот продукт я на веки уже наносить, девчонки, не буду. Хотя вы знаете, я любитель. Но здесь у нас цинк. Она может сейчас застывать. Поэтому обойдемся пока без век. Может быть, потом, когда будем массировать, затронем и их тоже. Вот так. Масочку нанесли. Так. И хотела вам еще сказать по поводу обновленной линейки Делайн. Да, мне очень понравилось. Слушайте, я вчера воспользовалась бритвой специально, чтобы протестить вот эти продукты. Гель для бритья изумительный, роскошный. Бритва по нему елозий прям потрясающий. Без всяких каких-то там травматичных действий, последствий и так далее. И крем после брития и депляции мне тоже очень понравился. Все вот эти покраснения, точечки, да, которые у нас после бритвы бывает некрасиво, убирают. Через несколько минут кожа успокаивается и выглядит замечательно. Поэтому очень понравились. Так, еще хотела вам рассказать про бьюти-кафе. Вот это вот суфле для тела. Чудес, конечно, от него не ждите. Вот сколько за один раз у меня израсходовалось на все тело. Но увлажнение, легкое увлажнение есть. Аромат классный, стоял прям в квартире час, наверное, точно. Увлажнение есть, легкое, у кого кожа сильно сухая, нет. Этого будет мало, но можно такие продукты, я как делаю, когда мне мало питания от крема, я обогащаю его маслами. Какие есть, в принципе, в наличии? Есть и в Фаберлик у нас вот такое масло-спа. Можно его туда, в эту банку налить, перемешать, да. И есть у меня корейское масло, мультифункциональное, вот такое. Можно туда тоже капнуть, помешать, взболтать в баночке. И будет уже у вас прям питательный, хороший такой вот крем для тела. А так, легкое-легкое увлажнение. Но это серия бюджетная. Нужно понимать, что здесь за 100 с чем-то рублей вам никаких чудес не будет. Так, ну все, я хожу до 10 минут, девчонки, с этой маской. По максимуму и потом посмотрим. Прошло 10 минут, она уже кое-где подсыхать начала. Поэтому, я думаю, надо массировать. Но вот так вот просто взять, что-то смассировать не получится. Надо немножко смочить. Все, наверное, здесь 5 минут. Это будет идеальное время выдержки. Потому что через 10 она уже так сильно подсыхает. Теперь массируем. Частичек шлифующих много, но они очень мелкие. По мне, девчонки, они совершенно не травмируют кожу. Но тем, кто вообще не любит скрабы, возможно, этот продукт не понравится. Вот уже кое-где засохло, не сдвинешь. Массируем, массируем, массируем. Как следует все места. Девчонки, пока еще про шприц, пока массирую. Вам расскажу вот этот вот. Это у нас концентрат для лица, который не против глубоких морщин, а другой. Пока не могу сказать, что он творит какие-то чудеса. Применять его сейчас буду второй день. У меня есть глубокая морщина. Сейчас покажу вам, когда сможете, может, вы выйдете. Я буду по ней смотреть. По ней смотреть и через какое-то время напишу обязательно отзыв в Инстаграм. Потому что, если бы, конечно, этот концентрация одного раза помог, это было бы чудом. Но курс проделаю, посмотрю. Вчера на ночь делала под крем, под сыворотку ретиноловую из этой линейки Эксперт. Ну все, девчонки, буду смывать. Хватит уже. Девочки, ну круто. Мне кажется, прям подросткам эта серия будет находкой. Как это мой прыщ? Пока непонятно, но он посветлял. Морщинку у меня на лбу, вот она, девчонки, полоса. Видите? Сейчас, как же ее сделать-то? Вот она. Вот она, видите? Она у меня ярко выражена достаточно. Поэтому будем на ней тестировать этот шприц. Все по-прежнему. Поры идеально вычищены. Светлые. Красота. Что это мне тут на носу? Красота. Лицо подсушенное. Здесь уже как-то прям подсушенное капитально, но не до какой-то там жуткой сухости и стянутости. Нету стянутости у меня. Но оно подсушенное, но мотированное. Мотированное прям на 100%. Так, следующим этапом ухода у нас с вами будет вот этот тоник. Это у нас, это у нас лосьон. Лосьон от черных точек. С помощью ватного диска протирай кожу утром и вечером, избегая области вокруг глаз. Мы с вами вчера его уже нюхали. По мне, никакой спиртовой одушки в нем нет. Он какой-то такой густоватый, что ли, не прям как водичка. С 12 лет до вся эта линейка. Тоника код 0,468. Ну, погнали. Завершать уход. Я вообще спирта не чувствую тут. После тоника кожа какая-то увлажненная становится. Интересно как. Правда. Ой, здесь, по-моему, ментол. Слушайте, сейчас начинается такой холодок на коже. Класс, вообще. Точно, девчонки, здесь, по ходу, дело ментол. Вода, фруктовый экстракт, еще что-то, сода. Ментол, да, в середине, вот он он. Прям холодок. Классно-то как. Слушайте. Я веки не буду избегать. Мне нравится и на них. Класс, вообще. Такое ощущение прикольное. Здорово. У меня еще ни от одного лосьона, или тоника такого не было. Сейчас декольте с вами протрем как следует. Пусть тоже охладится. Очень здорово, приятно. Прям на самом деле. Вообще красота. Так. Следующий этап у нас с вами будет крем матирующий 4 в 1. Выравнивает тон, увлажняет, нормализует выработку сербы, матирует. 0469 артикул. Вчера девочки в комментариях спрашивали, такой же ли он, как из линейки Кислородный баланс, дневной крем. Сейчас проверим. Так, а перед тем, как его нанести, я на морщинки себе набабахаю сейчас вот из шприца. Потому что под крем написано это все делать. Смотрите, девчонки. Так. Так. На мимические носогубочки. Немножко возле глазок сделаю. Там их нету, но, знаете, так вот, чтобы не было. Чуть-чуть, прям совсем. Расход у шприца, мне кажется, будет очень маленький. Потому что только на морщинке, вот так точечно, у него будет очень маленький расход, его хватит надолго. Похлопывающими движениями в объем. Вот так. И в эту морщинку в объем. А мне прям очень хочется, чтобы она пропала. Я буду надеяться, что этот шприц работает. Вообще, мне эта линейка Эксперт, особенно с ретинолом, очень понравилась. Она действительно на коже работает. Я имею в виду вот этот крем и вот эту сыворотку. Огонь. Так, все. Питалось. Чудо, средство. Так, теперь кремушек. Кремушек, кремушек. Вот он, он легенький. Сейчас посмотрим, как он будет работать у нас с вами на коже. И то же самое ли это, как кислородный баланс. Но, я думаю, они отличаются все-таки с кислородным балансом. Потому что эта линейка содержит цинк. Я не знаю, есть ли в креме кислородный баланс цинк, девчонки. Надо будет посмотреть. Сейчас у меня дома его, по-моему, нет. Надо будет посмотреть по составу и сравнить. А насколько хорошо он матирует, мы сейчас с вами проверим. Нанесли на кожу, на декольте. Сейчас я нанесу что-то попитательнее, как всегда. Корейский кремушек. Ну, вроде начинает уже мотироваться. Но пока еще не впитался. Кожа увлажненная такая. Правда. Блин, мне хочется проще свой залепить. Есть такие штучки. Скорее, по-моему, мне присылали. Так, где они у меня? Антиапные аппликаторы. У меня пачка пустая. Не найдешь. Ну, ладно. Ничего, пройдет сам. Кстати, прыщи можно точечно мазать вот этим средством 2 в 1. Они очень быстро подсыхают. Так. Ну что? Пока кожа увлажненная. Нос у меня еще почему-то красный. После маски 4 в 1. Пойдемте на дневной свет. Будем смотреть. Сейчас подпитается. И посмотрим. Девчонки, ну что, заматировалась. У меня тут после только маски. Это я сейчас в зеркало смотрела. Остались эти белые частички. Немножко застряли в пушке на лице. И вот тут по волосам сейчас стояла, отряхивала. Лицо заматировалось, но в то же время оно увлажненное. Эффект похожий на крем-кислородный баланс на самом деле. Но мне кажется, здесь крем-ушек будет решать больше проблем, нежели кислородный баланс. Мне почему-то так кажется. Оно увлажненное, оно не пересушенное, оно гладенькое. Вот на солнышко, смотрите. Солнышко-то, правда, не активно сегодня. Вот, то есть оно гладенькое, оно увлажненное, оно не пересушенное. Нет никакой сухости на лице, но в то же время нет никакого жирного блеска. Нос у меня после маски красный. Не знаю почему. Прямо, видите? И так. Ну ладно, сейчас успокоится. Вот, и в целом поэтому очень даже неплохо. Матирует хорошо для жирной комбинированной кожи на дневной основе. Он невесомый, он не чувствуется на коже, потому что мы с вами знаем, что в других компаниях есть такие матирующие крема, которые висят на лице с жирным блином. Здесь нет. Хороший матирующий легкий крем. Все, вот он полностью впитался. И красота. Все отлично. Лицо гладенькое, увлажненное, в то же время матированное. Все в меру, девчонки. Так что понравилось. Ну, и на этой ноте будем прощаться с вами. Надеюсь, что мое видео было вам полезно и интересно. Если это так, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я прощаюсь с вами до следующих роликов. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.